Ас-саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дорогие братья, дорогие сёстры, давайте сегодня поговорим об одном из лучших видов поклонений Всевышнему Аллаху, благодаря которой раб достигает высоких степеней, заслуживает любви Всевышнего Аллаха и Его особого покровительства. Поговорим о молитве Тагаджуд, о ночной молитве, которую раб совершает, вставая со своей постели, лишая себя наслаждения, покоя ночного, и встаёт перед своим Господом, совершает молитву. Об этой молитве сегодня и поговорим. В Священном Куране восхваляет праведных своих рабов и говорит, аузу билляхи мин ас-шайтанир-раджим, кану калилам мин аль-лейли маях джа'ун. Они очень мало из ночей проводили в постелях, ложились по ночам. И перед рассветом они просили у своего Господа, молились за прощение своих грехов, говорит Аллах. А также хадисов пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, огромное множество. Давайте несколько хадисов пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, которые призывают столь богоугодному, столь важному поклонению, как молитва тахаджуд. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, Самый лучший пост после Рамадана – это пост в месяце Аллаха, Мухаррам. И лучшая молитва после предписанной – ночная молитва, сказал посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма. Также Абдуллах ибн Масуд, радия Аллаху анху, сказал, что возле посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, упомянули человека, который спал до утра. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, это тот человек, в ушах которого справил малую нужду шайтан. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал, Усердствуйте в совершении ночных молитв. Воистину, это традиция праведников, что жили до вас. Воистину, совершение ночных молитв — это приближение к Аллаху и оберегающее от грехов и искупляющее проступки и отгоняющее болезни от тела. В одном из статей трудов ученых, занимающихся научными предзнаменованиями в хадисах посланника Аллаха саллиллаху алейхи васаляма раскрывается эта фраза, в котором говорится, что ночная молитва изгоняет болезни нашего тела. Действительно, когда человек после того, как он ложится спать, ночью он, когда просыпается, это очень полезно для нашего здоровья. кровообращение, потому что это предотвращает застой кровообращения. Это в общем, да, способствует улучшению состояния, физического состояния человека, то есть люди, которые стоят по ночам на ночную молитву, более застрахованы от инфарктов, от инсультов. Это доказано, об этом говорят многие ученые. И приведу последний хадис пророка саллиллаху алейхи ва саллимах о молитве Тахаджуд, где посланник Аллаха саллиллаху алейхи ва саллимах говорит «Я айюханнас афшу саляма ва ат'иму та'ама ва саллил архам О люди, провозглашайте приветствие, угощайте едой, скрепляйте родственные узы и совершайте ночные молитвы, когда люди спят. Тадхулуна л'джанната бисалям Вы с миром войдете в рай, сказал посланник Аллаха саллиллаху алейхи ва саллимах Можно приводить очень много хадисов пророка саллиллаху алейхи ва саллимах по поводу молитвы Тахаджуд. Молитва Тахаджуд это традиция всех тех, кто стремится к довольству Всевышнего Аллаха. Это традиция угодников Всевышнего, Тех, кто хочет искупления своих грехов. Ночная молитва это то время, когда раб получает шанс уединения со своим Господом, где его поклонение и его обращение обретают высшую степень искренности. и поэтому Всевышний Аллах любит тех рабов, которые встают, покидают свои ложи ночью, отрывают свои бока со своих постелей и встают на ночные молитвы. Как же его совершить? С какого времени можно совершать молитву Тахаджуда? Разберем слово Ат-Тахаджуд. Есть два вида ночных молитв. общие понятия ночных молитв. Ночная молитва и есть молитва Ат-Тахаджуд. Не всякая ночная молитва может быть Тахаджудом и любой Тахаджуд может быть ночной молитвой. То есть ночные молитвы это общее понятие, а Тахаджуд Ат-Тахаджуд слово Ат-Тахаджуд означает отход от сна. То есть именно та молитва, которая совершается после того, как ты ложишься спать и пробуждаешься от сна для того, чтобы совершить, именно для того, чтобы совершить ночную молитву. Тахаджуд имеет более высшую степень превосходства относительно ночных молитв. Ибо для того, чтобы совершить тахаджуд, ты встаешь, ты прерываешь свой сон, и за это ты получаешь более высокую награду, нежели чем тот, который не спал до глубины ночи и ночью потом совершил ночную молитву. Время молитвы тахаджуд начинается после завершения ночной молитвы до наступления времени утренней молитвы. В течение всего этого времени можно совершить молитву тахаджуд. Можно просто совершить ночную молитву, лечь поспать, через час проснуться, совершить молитву тахаджуд. Наилучшее время, наилучшее время. Это последняя, третья часть ночи. То есть делим на три части весь промежуток времени между вечерним азаном и утренним азаном. Делим на три части и последняя треть это самое лучшее время для совершения молитвы тахаджуд. Ибо в хадисе посланника Аллаха салли Аллаху азаном сказано «Акраву ма якуну раббу миналь абди фи ссулу фи ахири миналь лейли». Время, в котором Всевышний бывает наиблизким к своему рабу это последняя треть ночи сказано в хадисе посланника Аллаха салли Аллаху азаном. И для того, чтобы получить застать как бы время молитвы тахаджуд достаточно как традицию вводить программировать свой будильник за минут 10-15 до азана утренней молитвой. То есть тем самым совершить молитву тахаджуд далее просить Всевышнего Аллаха прощения за свои грехи подождать утреннюю молитву. Это очень лучшая традиция. То есть сунной является для каждого мусульманина ложиться спать с намерением проснуться на молитву тахаджуд. Что касается любой другой ночной молитвы, которую называют Киямуляль, ее можно совершать не ложась спать. То есть допустим мы не уснули, мы не легли спать после ночного намаза, но однако мы боимся, что если мы уснем поздно, можем не проснуться на молитву тахаджуд, то тогда остается совершить Киямуляль, то есть совершить ночную молитву. И та молитва, молитва тахаджуд, и любая ночная молитва совершается двумя ракатами. То есть мы встаем и совершаем намерение совершить суннат намаза. Достаточно сделать намерение суннат намаза. И тем самым вы получаете награду от Всевышнего Аллаха. По мнению имама Аш-Шафи'и, минимальное количество, минимальная форма исполнения молитвы тахаджуда и ночной молитвы это два раката. А предела, согласно мнению имама Аш-Шафи'и, нет границ предела. То есть вы можете сколько вам захочется совершить два раката тахаджуда. А минимум два раката. И не забывайте о том, что очень важной сунной пробуждения на молитву тахаджуд является будить членов своей семьи, свою супругу и своих детей. Также очень важной сунной является мольба о прощении за своих грехов. Ибо Всевышний Аллах в Уране говорит И перед рассветом они просят у Всевышнего Аллаха прощения за свои грехи. Прошу Всевышнего Аллаха, чтобы всем нам Он дал твердую, крепкую волю в поклонении Всевышнему Аллаху и поддержку для пробуждения по ночам, для совершения лучших поклонений нашему Создателю Аллаху Аз. 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 Алейкум В.